Здравствуйте! Пришло время русского мира. О событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Альбика Ильясова, в этом выпуске. В Тунисе завершил работу форум для преподавателей русского языка из стран Северной Африки и Ближнего Востока. День Победы – третий международный кинофестиваль прошел в Москве и Подмосковье. Неделя русского языка в Мексике объединила студентов и преподавателей. А теперь подробнее об этих и других новостях. В столице Туниса при поддержке фонда «Русский мир» впервые прошел международный форум русистов «Терра Русистика». Мероприятие объединило более ста ведущих специалистов в области преподавания и языкознания из Алжира, Марокко, Ливии, Сенегала и других стран. Помимо представителей стран региона, участие в форуме приняли ученые в области изучения русского языка и литературы из Болгарии, Румынии, Чехии, США, Узбекистана и ведущих вузов России, а также члены Президиума Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы во главе с Владимиром Толстым. Мы сейчас видим большой интерес к изучению русского языка за рубежом. Это связано с разными поводами. И в первую очередь мы, конечно, здесь видим развитие гуманитарных отношений, образования. Очень много ребят из Северной Африки, Ближнего Востока хотят ехать учиться в Российской Федерации как по квоте правительства России, так и по другим направлениям. Программу форума разработали с учетом демонстрации научных и методических достижений русистов Туниса на всех уровнях образования. Отдельные секционные заседания были посвящены преподаванию русского языка как специальности и как предмета. Также на форуме были представлены новые проекты по русскому языку для школьников, мастер-классы по лексикографии, литературному творчеству и многое другое. Накануне третий международный кинофестиваль День Победы завершил показы документальных и художественных фильмов. В адрес оргкомитета поступило свыше 230 заявок из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Фильмом «Открытие» стала кинолента «Суворовец-1944». Подробнее далее. Третий международный кинофестиваль День Победы прошел на площадках Москвы и Подмосковья. Церемония открытия состоялась в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Именно здесь зрителям представили художественный фильм «Суворовец-1944» об отважной борьбе юного героя с бандитами, терроризирующими его родную деревню. Кинолента отражает задачи воспитания по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Фильм основан частично на реальных событиях, а именно по рассказам, я имею в виду литературным произведениям новосибирских писателей, которые были детьми войны, тыла, либо услышали эти истории от своих родителей, которые, собственно говоря, жили в тылу в Новосибирской области во время Великой Отечественной войны. Мне кажется, в этом фильме мы не то чтобы даем ответы, но мы, скажем так, указываем определенное направление мышления, что ли, для подростков, которые сегодня задаются этими же вопросами, несмотря на то, что прошло больше 80 лет, вот, задаются этими же самыми вопросами и в отношениях с родителями, и в отношениях с сверстниками, и в отношении себя лично, то есть определяя себя в социуме, кто ты, на что ты способен, чего ты хочешь. В фильме снялись актеры новосибирских театров Павел Поляков, Никита Сарычев, Андрей Яковлев и многие другие. Дети, принявшие участие в проекте, прошли подготовку в Новосибирской кинолаборатории студии «Краски». Когда вот мне сказали, что меня утверждают на роли, я начал активно изучать тему того времени, смотреть фильмы, и вот из фильмов то, что мне действительно помогло, это фильмы из серии «Кортика», то есть «Кортик сам», «Бронзовая птица» и все, что вот в этой серии. Целью кинофестиваля является освещение победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне и противодействие попыткам фальсификации истории. В фестивальной программе этого года приняли участие фильмы о событиях в Донбассе. Еще одной инновацией кинофорума стал конкурс музыкальных военно-патриотических видеоклипов. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Неделя русского языка прошла в Национальном автономном университете Мексики и Русском доме в Мехико при поддержке фонда «Русский мир». Преподаватели РУДН представили мексиканским коллегам современные учебники, электронные курсы и цифровые образовательные платформы для изучения русского языка. В рамках мероприятий для студентов, начинающих изучать русский язык, провели открытые уроки по русскому языку как иностранному, на которых ребята познакомились с глаголами движения и особенностями их употребления. А для тех, кто уже вовсю изучает русский язык, но хочет научиться красиво писать по-русски, провели мастер-класс по русской каллиграфии. Также на базе Русского дома в Мехико состоялось лингводидактическое тестирование для желающих получить международные сертификаты, подтверждающие уровень владения русским языком. В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения великого русского писателя и драматурга Николая Гоголя. Юбилейные события отмечают во всем мире, в том числе и в Италии, где он прожил более пяти лет. Директор Русского дома в Риме Дарья Пушкова посетила музей Гоголя на улице Виа Систина. Его директор Наталья Солодилина рассказала о жизни писателя в Вечном городе, его привычках и распорядке дня. Николая Гоголя считают одним из главных комедиографов русской литературы. Крылатые фразы из «Ревизора» и «Женитьбы» до сих пор остаются в нашей повседневной речи, а понятие «мертвой души» стало нарицательным. Не все знают, что эту поэму он написал здесь, в Риме, в 125-м доме на улице, некогда называвшейся «Виа Фелица», что в переводе с итальянского означает «счастливая улица». Мемориальная табличка на доме появилась накануне 50-летия со дня смерти писателя в 1901 году. Италия для Гоголя в первую очередь была, на мой взгляд, предметом колоссального художественного исследования. И все, что он увидел в Риме, и не только в Риме, конечно, отразилось в его творчестве. В этом доме Гоголь очень много работал, он очень много трудился на своем литературном поприще. И давайте вспомним, что создано Гоголем в римский период. Конечно, великая поэма Леаниме Морте, «Мертвые души», и, безусловно, замысел второго тома «Мертвых душ». Далее – повесть «Шинель», далее – вторая редакция пьесы «Ревизор» и «Тарас Бульба». В 1837 году Николай Васильевич впервые приехал в Рим и всем сердцем полюбил этот город. Сюда, в гости к писателю, приезжали его друзья. Для них Гоголь продумывал интересные маршруты и устраивал прогулки с показом достопримечательностей. Николай Васильевич был очень гостеприимным хозяином. Об этом очень много осталось воспоминаний его самых разных друзей. Например, Павла Васильевича Аненкова и Александра Андреевича Иванова и многих иных. Поэтому мы стараемся этой традиции следовать. Музей, безусловно, очень рад своим гостям со всего мира. К нам приходят филологи, переводчики, просто поклонники творчества Гоголя и поклонники русской культуры, безусловно. В Доме молодежи на выставке «Россия» на ВДНХ состоялось открытие сезона форумов платформы «Росмолодежь. События». Мероприятие прошло в офлайн и онлайн форматах в 27 регионах страны – от Калининграда до Камчатки, включая новые регионы России. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил важные особенности нового сезона – переход форумов в круглогодичный формат работы молодежных образовательных центров и расширение категории участников. Более 5000 ребят от 14 до 17 лет смогут получить уникальный опыт и полезные навыки в тех сферах деятельности, которые рассматривают как будущую профессию. Кроме того, у каждого участника будет возможность проявить инициативу и представить свой проект на грантовом конкурсе «Росмолодежи». У нас действительно уникальное время, когда герои – они просто вот среди нас. Сегодня форумы становятся действительно такой частью одной большой системы круглогодичного сопровождения молодых ребят. Президент России Владимир Путин запустил работу круглогодичных молодежных центров. К четырем действующим присоединились еще 12 центров по всей стране. Их мероприятия затрагивают широкий спектр тем и направлений – экологическую повестку, государственное управление, развитие гражданского общества, волонтерство, туризм и творчество. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok